Детская забава может обернуться недетским наказанием. Специальные технические средства для негласного получения информации. Проще говоря, шпионские штучки. Чтобы подслушивать и подглядывать, а также для забавы, их заказывает в основном молодежь. Вот только законом Российской Федерации и распространение и использование подобной аппаратуры запрещено. За неполные два года сотрудниками ОФСБ из незаконного оборота изъято 57 таких гаджетов. Их владельцы привлечены к административной и уголовной ответственности. Цели покупок, как правило, различны. Кто-то приобретает, чтобы их перепродать, кто-то приобретает, чтобы использовать в личных целях, либо подшутить над друзьями. Но не стоит забывать, что указанные специальные технические средства нарушают права и свободы граждан на переписку, на нарушение тайной переписки, телефонных переговоров, почтовых и телеграфных и иных сообщений. Ответственность за это предусмотрена статьей 138.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Указанная статья предусматривает наказание штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до 18 месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет. Незнание закона от ответственности не освобождает. Однако среди владельцев шпионских штутик оказались и блюстители правопорядка. Правда, приобретение не было санкционировано. Был привлечен к уголовной ответственности сотрудник полиции и сотрудник главного управления МЧС России по Ивановской области. В указанных случаях сотрудник полиции приобрел специальные технические средства для незаконного использования при проведении оперативно-розыскных мероприятий и в повседневной жизни. А сотрудник главного управления МЧС приобрел указанный СТС для дальнейшей перепродажи и получения выгоды. Выгоду получить не удалось. Да и место работы оба госслужащих лишились. Статья серьезная. Как правило, рассказывают сотрудники ОФСБ, вскрыть факт приобретения запрещенных гаджетов несложно. Так что каждый, желающий поиграть шпиона, быстро становится фигурантом нешуточного уголовного дела. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.